Тамара Никифорова В первую из центральных мероприятий отрасли информационной безопасности Вперед к неизведанному! Ажиотаж нарастает Участники спешат занять свои места Ведь совсем скоро прозвучит уже первый доклад Для обсуждения самых насущных вопросов отрасли стоящих перед нами В этом году организаторы не побоялись нарушить принятые всюду порядки Регуляторы, а это ФСБ России ВСТЭК России, Банк России и Роскомнадзор сегодня получат слово только после того, как выступят представители компаний Таким образом, подчеркивается, что именно компании составляющие отрасль определяют повестку и обозначают те главные темы которые действительно волнуют отрасль Другой плюс Выслушав каждого докладчика регуляторы смогут оперативно дать комментарий о позиции государства во всем прозвучавшим ранее темам Одна из ключевых тем форума государственная поддержка индустрии информационной безопасности в нынешней непростой экономической ситуации Насколько эффективны существующие меры поддержки Какие перспективы откроет более активное вовлечение государства в процесс Основные плюсы и минусы отечественных разработок Это лишь те немногие темы которые поднимались сегодня в рамках большой пленарной дискуссии при участии регуляторов Перед инициатором мероприятия Ассоциацией защиты информации стоит цель объединить усилия всех компаний для решения общих вопросов Так, например, одна из целей обеспечение пополнения рядов специалистов информационной безопасности новыми молодыми кадрами с хорошей подготовкой и твердыми принципами Эти и другие темы сегодня рассмотрят на тематических заседаниях Среди участников руководители служб информационной безопасности в банках, платежных системах и крупных промышленных предприятий Кроме того, здесь ведущие специалисты компаний-разработчиков и интеграторов ИБ-решений А также организации, занятых профессиональной подготовкой кадров в области информационной безопасности Докладчики делятся опытом, рассказывая кейсы из собственной практики Знакомят специалистов с перспективными разработками в сфере защиты информации спорят и делают выводы Кулуарного общения здесь хватает с лихвой Ведь на мероприятии присутствуют эксперты практики, которые не стесняются и отвечают на любые вопросы Расскажи, пожалуйста, на твой взгляд какие сейчас приоритетные задачи стоят перед отраслью информационной безопасности? Привет, Тамара! Год у нас сейчас кризисный идет уже второй год подряд вследствие чего растут и угрозы в том числе информационной безопасности и растут они практически во всех секторах происходят как внешние атаки связанные с целевыми теми или иными атаками так и растут внутренние угрозы которые исходят от самих сотрудников потому что так или иначе людей увольняет компания оптимизируется и сотрудники уходя забирают с собой все самое лучшее что они наработали в этой компании да и просто все, что есть в этой компании но поэтому вопрос обеспечения информбезопасности он по-прежнему актуальный и в настоящее время безопасники должны максимально усилить свои функции мне кажется одной из важных задач является делиться той информацией между организациями пускай это будет не конфиденциальная информация но хотя бы какие-то методы и способы как происходили те или иные взломы и утечки чтобы другие участники рынка могли и другие компании могли предотвратить собственно данные угрозы и вот открытость именно открытость и обмена информацией вот правильная информация, что называется она является ключевой и важной для отрасли а какие сейчас шаги для этого предпринимаются? да, ну шаги мы видим сегодня мы участвуем на конференции и собственно обмен происходит как раз таки на таких мероприятиях все стали задумываться о сохранности информации все начинают экономить на определенных ресурсах информационных и пытаться их там перемещать в какие-то сервисные модели и там например безопасность как сервис стала становиться потихонечку очень сильно востребованной услугой потому что не все готовы конечно заплатить огромное там и вложить в капитальных в виде капитальных затрат в какие-то продукты был такой период застоя и сейчас активная отрасль живет несмотря на кризис мне кажется наоборот стало больше продуктов появляться и мы с ними в работе сталкиваемся вот как-то центр компетенций в облачных технологиях к нам приходит много как раз компаний занимающихся безопасностью наших отечественных с которыми мы обсуждаем новые технологии как их применять чтобы защищать наших клиентов вот это мероприятие становится таким одним из интересных как например Уральский форум в Магнитогорске в банковской сфере то есть действительно такое очень знаковое ключевое мероприятие где коллеги могут встретиться и в гуларном спокойном кругу решить все вопросы которые им необходимы очень приятно что есть возможность послушать регуляторов отрасли и это очень важно вот сейчас выбирать как раз посетить второе пленарное заседание касающееся как раз вот круглого стола с регуляторами это интересно действительно потому что от них сейчас идут и тренды в точке зрения законодательства в области информбезопасности здесь есть возможность пообщаться как я уже говорил в кулуарах с коллегами с теми с кем ты по телефону не можешь обсудить определенные вопросы услышать регулятора и увидеть новые лица потому что здесь присутствуют студенты которых сюда позвали наверное преподаватели поэтому новые лица это новая энергия в отрасли в общем мне нравится всех приглашаю в следующем году пятый форум ОЗИ продолжается впереди обсуждение еще многих важных для отрасли вопросов ну а мы мы прерываем наш репортаж и благодарим вас за то что вы следите за ключевыми мероприятиями отрасли информационной безопасности вместе с командой БИС-ТВ репортаж для вас вела Тамара Никифорова оставайтесь с нами делитесь и комментируйте а также участвуйте в конкурсе названия самого активного зрителя как стать победителем вы узнаете в описании к этому видео до новых встреч